Всем привет из Вроцлава! В общем, мы вот, как видите, возле приюта для бездомных животных, мы с Пашей хотим взять себе собаку. Вот такая вот территория, это, ну не знаю, это северо-запад города. Адрес Шлязова 2, это для тех, кто живет во Вроцлаве или не во Вроцлаве, и будет иметь желание взять себе собаку из приюта. Или кошку, да, или лепестца, или ворону без хвоста. В общем, мы уже здесь вчера были, присмотрели несколько себе собачек, сегодня узнаем, что там, какие очереди на них. И об этом я еще потом конкретно расскажу, видео сниму. А сейчас пока прерываемся, я дальше буду снимать потом собачек. Вот это один из наших фаворитов, похож на Амстафа. Мальчик такой вот у нас голубенький, красивый такой мальчик у нас. Я побаиваюсь брать, но Паша хочет Амстафчика. На клетке нет надписи, что он кусается. На других собак, по крайней мере, все, что мы видим, он реагирует хорошо. Бачок нам подставляет, чтобы гладили, ну и так вообще. Я, конечно, побаиваюсь Амстахов, но он такой хорошенький. И хвостиком виляет, и бачок подставляет. Ладно, мы к тебе вернемся, мы о тебе узнаем, и мы к тебе вернемся. Бокс номер 13. Сейчас сразу же, пока я снимаю видео, ну вот территория немного. И я хочу показать лабрадорчика. Девочку. Лабрадора мы присмотрели. Где она, наша девочка? Вот она. Номер 25. Вот с девочкой мы вчера общались, да? Да, привет. Только вот она подгрызает постоянно ручку, хочет играть. Но не знаю, это у нее такая привычка или подгрызает. Ну, мы вот еще насчет нее спросим, насколько она... Вот, девочка-лабрадорчик такая симпатичная. Ладно, сейчас пойдем дальше. Не в плохих условиях здесь живут собаки. Но естественно, что каждая из них хочет себе дом. Вот этот мальчик, да? Читала о нем информацию, что... Долго его не забирают из приюта. Так, вот этот вот похож на нашего, только агрессивно настроенный. Вот девочка еще вчера понравилась. Паше очень понравилась эта девочка с беленькой грудкой. Тоже нам стафа похожа. И вот наш мальчик этот, которому мы еще вернемся. Хороший мальчик такой, хорошенький. Да, хорошенький, хороший. И лапку дает. Да? Ага. Вот у нас собачка тут гуляет. На прогулку вышла. Ладно, сниму еще дальше там. Еще два варианта, которые нам понравились. Вот. Ну все, так. Еще один из наших вариантов, который вчера посмотрели. Но это больше собака для меня такая активная. Охотничая бигель. Мальчик. Хороший мальчик. Хороший. Красивая собачка. Вот еще как вариант нам. Но это больше для меня, конечно. Красивый мальчик такой трехцветный. Охотничая бигель. Охотничая бигель. Привет, привет, привет. Хороший мальчик, хороший. Хороший мальчик. Вчера ластился и сегодня ластится. Хороший мальчик. Опять меня вымазала. У тебя нет тут салфетки? На. Маленькие. Что ты? Скромня. Пятни. Так, сейчас я чуть-чуть паузу сделаю. Дойдем еще до одного пса. Вот еще такой любвеобильный пес из серии бигель. Только он старше. А мы хотели все-таки помладше собаку взять. А он старше, чем тот, что на той стороне. Ну, конечно. Так просится к нам. Так просится. Ну, как и все. Они все хотят себе дом. Хотя условия здесь очень даже неплохие, как собаки живут. Но я бы... Ну, я бы... Таких вот, потому что будет вот такое, потому что... Ну, уровень, конечно. Ага, вот белый лабрадор. Девочка здесь уже давно. Я смотрела на... А, нет, это же не лабрадор. О, а что он гавкает сегодня? Он на собаку гавкает. Он такой ласка вчера был. Привет, а мы к тебе пришли. Такой большой-то у нас. Квостиком виляет. Да, ну он, конечно, взрослый. Но тоже нам понравился. Да, ходят. Ходят тут всякие, да? Ходят тут всякие. Так, это у нас последний вариант для нас. Хаски вчера на нас очень сильно гавкала. И Пашу чуть не укусил. Он, ну, там скалится. Он хочет укусить. Ладно, все. Все, идем уже. Идем на информацию. Так, ладно. Все, вот идем. Здесь, как бы, вчера была полоса пустая уже. Вольеры пустые. Ну, и там предыдущих было вчера достаточно много собак. Сегодня уже нет. Пусто. Да, и добавилась еще одна хаски. Да, и добавилась одна хаски и еще став вот этот помоложе. Его вчера я не видела. Ну, более агрессивный который, да. Не, он был вчера. Ну, ладно. Ну, в общем, такое вот место. Но на хороших собак здесь очереди. Я потом еще отдельно сниму видео. Но это будет в конце этого видео. Я именно расскажу по поводу документации, по поводу очередей и все эти моменты. Вот наш мальчик. Все, мы уже идем узнать информацию о нем. Привет еще раз. Костиком виляет на другую собаку. Это хорошо. Все, ладненько. Идем мы на информацию. Потом еще сниму. Ну, вот, в принципе, наверное, один единственный вариант, который нам остался здесь из приюта. Еще о нем узнаем точно. Потому что те, что мы хотели, они нам не подходят. Вот еще насчет вигрика спросим. Мордочку погладим. Ну, погладь мордочку. Он же спросился у тебя. Не лапами, а именно мордочку. Мордочку погладим. Мордочку погладим. Мордочку погладим. Ну, можно насчет него сейчас спросить. Ну, ладно так. Идем спросим. Всем привет из Врослого. Как вы уже успели догадаться по предыдущей части видео этого, мы с Пашей решили завести собаку. Паша думал об этом уже очень долго. Он давно уже хочет собаку. Но я постоянно была против. Так как это очень большая ответственность для нас. И как бы я просто отношусь к этому так, что если заводишь собаку, то ты обязан сделать ее максимально счастливой. А максимально счастливая, активная собака будет, если гулять с ней как минимум часов пять в день. С утра там два часа, вечером два. Ну, и в обед как бы не так получается. Но хотя бы часик. Но как бы это твоя обязанность. И это очень серьезно. Потому что если ты этого не будешь делать, собака твоя будет несчастная. А смысл заводить собаку, которая у тебя будет несчастной, то в этом нет смысла. Ну, в общем, Паша уже долго хотел собаку. А я все время была против. Ну, и так как у нас была кошка, умерла. И я очень тяжело до сих пор еще переношу то, что ее нет больше. И привязываться к новым животным мне совершенно не хотелось. Я категорически была против. Плюс еще о путешествиях. Думаю, что как это собаку, если там ее не получается с собой взять. Отдельно отель оплачивать на время пребывания, пока мы в поездке, это дорого. Но как бы я себя отговаривала очень долго. Я очень много причин находила не заводить собаку. Но Паша очень хочет. Я все время это вижу, насколько он хочет собаку. Ну, теперь я уже как бы поддалась. И сейчас я уже как бы хочу собаку. Я готова с ней гулять. И вот сейчас я в парке Грабежинском. Я иду в гости к своим друзьям на Мухобор-Велке. Это чуть-чуть другая часть города. Я иду туда пешком. От дома мне нужно было идти там больше часа. Где-то час 15. Но я еще сделала кружочек. Завернула в парк. И я думаю, в итоге за 2 часа я доберусь все-таки, куда хотела. Но речь не об этом. Мы захотели завезти собаку. Но речь сейчас пойдет у нас о хранистке, о приюте. Именно во Вроцлаве. Здесь один такой большой приют. Есть какие-то маленькие приюты на дому. Но я об этом не в курсе. Можно искать собаку, если вы хотите заводить собаку из приюта. Ее можно искать еще через OLX. В основном там объявления из этого приюта большого. Или там в каком вы городе живете. В каком-то большого приюта, маленький. В общем, если захотеть, собаку, конечно, с приюта можно взять. Можно найти без проблем. Хотела рассказать о самой процедуре усыновления. Я, наверное, немножко здесь погуляю. О самой процедуре усыновления. Вообще, как это... Потому что там вы видели видео. Просто я наглядно хотела показать, как выглядят эти приюты. Ну, этот приют у нас... Условия для собак там вполне приемлемы. С ними волонтеры ходят, гуляют. Ну, как бы собаки там живут правильно. Они знают, что такое прогулки, питание нормальное, более-менее как бы не в холоде. Там у них есть теплые места, где они могут отогреться. Особенно, если собака без подшерстка. Ну, в общем, процедура такая. Вот, если вы, к примеру, первый раз пришли в этот приют в Польше, вы заходите и просто сразу же идете в боксы. Ну, смотреть на собак. Лучше с собой, конечно, там в здании взять листик. Там есть обычно формуляры, где вы можете записать карандашиком номер бокса понравившейся вам собаке, которой вы понравились. Ее номер на ошейнике, если там в боксе несколько собак. В общем, вы сразу идете и знакомитесь с собаками. Смотрите, как собаки реагируют на вас. Какие вам больше нравятся. Ну, естественно, вам нравятся больше собаки, которые хорошо на вас реагируют. Ну, это как и мы с Пашем. И первый раз, когда были там, опять же, туда, в Схрониско, это другая часть города, я дошла пешком, а Паша уже подъехал туда на трамвай, на автобусе с пересадкой. Прервалась, но я их потом вместе соединю. В общем, когда мы туда приехали первый раз, мы пошли сразу же в боксы и смотрели как бы собак, смотрели, какие к нам подходят, какие ласковые, неласковые, какие нам понравятся больше по параметрам. Ну, мы с Пашей совершенно не рассматривали маленьких собак, потому что маленькие собаки, это в основном домашние собаки. А я хочу себе пса такого, который будет мне компаньоном в прогулках, в пробежках, с велосипедом, выезжать на природу в горы. Ну, вот нужна собака активная. Естественно, в основном это идут среднего и чуть больше среднего размера собак. В общем, мы выбрали пять, которые к нам хорошо относили собачки и мы к ним. Я там даже видео, там, каждое из них снимала. Потом мы все-таки пошли в регистратуру. Мы узнали, что там один пес, который Пашке больше всех понравился, это Амстав, вот этот вот пепельный такой, ну, как считается, это голубой Амстав. Он вообще там от хозяина, только на содержание. На полгода его хозяин отдал просто на содержание в приют, пока он где-то, не знаю, в путешествии или в работе. Ну, в общем, как бы ту собаку, естественно, мы не можем забрать, потому что она ждет хозяина. Лабрадор черный, которого мы присмотрели, она как бы, нам сама эта женщина, знаток собак там в регистратуре, она сказала, что с собакой вообще не работали, ей годик. Она очень непослушная, вообще с ней очень много, очень много труда будет. А так как у нас это будет первая собака, она нам не рекомендовала. Она, ну, не рекомендовала нам, естественно, брать собаку, с которой уже проблемы. Она как бы, хоть это и лабрадор, она проявляет малую долю агрессии, ну, как агрессии, раздражения. Вот у нее какое-то раздражение, и она может и как бы прыгать, и поцарапать может. Ну, в общем, ну, там еще несколько моментов, я всего рассказывать вам не буду, нагружать. В общем, если бы мы выбрали с вашей собаку, вот, мы уже определились, она как бы там действительно идет на усыновление, все, получается, мы можем взять, мы обязаны вообще-то, в принципе, 95%, что это и в наших интересах, взять собаку с собой на прогулку. Как бы, дают нам ошейник, и мы ее берем, мы гуляем с ней, смотрим, как она реагирует с нами, именно уже в прогулке. Вот так вот. В общем, если же уже и в прогулке, нам все нравится, желательно нам, перед тем, как забирать собаку, съездить, купить уже именно под эту собаку, купить ей ошейник, купить ей поводок, и если это большая порода собаки, еще и намордник. И только тогда приехать и усыновлять, если на собаку нет очереди, опять же. Некоторые собаки, ты можешь уже прийти и сразу же ее, как бы, оформить, забрать. На некоторых собак есть очереди, много желающих, таких, как и вы, которые хотят именно эту же собаку. В таких случаях у них назначается день усыновления, и кто из всех придет в этот день раньше, тот и папочка, так скажем, тот и лучше. Кто первый, тот лучше, так вот мне паня это сказала. Вот, ну, естественно, как бы, открытие у них в 9, люди приходят с ночи или приезжают на машинах и занимают очередь с ночи на собаку, чтобы быть первым. Вот, это как у нас в Украине такое было с загранпаспортами, когда я делала свой паспорт, вот такие очереди у нас с ночи были на паспорта. Ну, в общем, здесь вот так вот на псов. Ладно, вот вы приехали, вы первые, вы приехали, и вы уже готовы усыновить эту собаку. Что вам нужно? Для того, чтобы усыновить, нужно удостоверение личности. То ли это паспорт, то ли это карта, то ли это водительские права, неважно. И вам должно быть 18 лет. Совершеннолетний человек с удостоверением личности может усыновить собаку. Естественно, они за собой оставляют право отказа. Если, там даже я читала, именно, было написано на двери жирным шрифтом, что нетрезвым людям собак не отдают. И вообще, если, ну, что-то в вас не так, или какая-то агрессия, в общем, вам собаку не отдадут. Как бы, ну, они вообще очень-очень молодцы, как бы, просто так, они человеку собаку не отдадут. Тем более, если видно по человеку, что он собак не любит. Ну, конечно, такие люди, в основном, наверное, не придут в приют. Я не знаю, какая может быть причина прийти вот, ну, не любящему собак, прийти усыновлять собаку в приют. Вот, в общем, удостоверение личности, поводок, ошейник, и по необходимости намордник нужно иметь при себе. Оплата там идет какая-то символическая, я не знаю, за что, я не в курсе, но я просто читала на сайте это, что за собаку 35 злотых, я не знаю, за документацию или за что, за договор, в общем, 35 злотых, а за кошку, кажется, 15 злотых. Я в описании к этому видео отдам ссылку на этот приют. Там можно полистать, там даже у них есть собаки на усыновление, фотографии, кошки, ну, есть, я не знаю, насколько там обновляется база, но, но у них есть это, как бы, вот, и много всякой информации, как бы, для усыновления, ну, я вам, в принципе, вкратце так рассказала уже, все необходимое. Ну, в общем, когда уже, ну, у вас есть все, и до соверения личности вы подписываете договор, но читаете, подписываете договор и забираете своего пса домой. Вот так вот. Бывают нередко такие случаи, что собак забирают, потом их возвращают. Я считаю, это, конечно, очень жестоко, как бы, изначально нужно взвесить все за и против, чтобы все домашние были не против нового, нового члена в семье, чтобы не было аллергии, как бы, ну, это нам нужно изначально, как бы, все эти моменты пройти, чтобы не было такого стресса для животного, что вы его забираете, вы даете ему дом, вы даете ему надежду на лучшую жизнь, а потом возвращаете его обратно в приют. Ну, это очень, это очень стрессово для собаки. Вот. Вот так вот. В общем, мы еще с Пашей будем ездить туда, смотреть, может быть, будет наша там собака именно для нас. Ну, а если не найдем, я так рассматриваю вариант все-таки купить, хоть мне и хотелось взять собаку из приюта, и мне хочется взять собаку из приюта, дать кому-то второй шанс на хороший дом и любящих хозяев. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Следующее видео, когда у нас там будет собака, я еще буду снимать, где мы ее все-таки в приюте взяли, или с рук взяли, ну, в общем, в общем, это все будет. А так вот, рассказала вам историю, вот, и показала, как это сохранится в Польше, это мне очень понравилось, хотя, хотя я все равно плакала, потому что хотелось забрать всех собак, но, я думаю, это все чувствительные люди, когда приходят в такие вот учреждения, все могут плакать, но, как бы, ну, хочется всех забрать, а всех не можешь забрать. Ладненько, в общем, тема приюта открыта, пишите вопросы, если будут, я отвечу. Все, до следующих видео, всем пока-пока.